И продолжаем наш эфир. Как всегда, в это время в студии появляется наш автомобильный обозреватель Игорь Мирзаретто. Приветствую. Добрый всем вечер. И напомню сразу нашим слушателям, если есть какие-нибудь вопросы, связанные с автомобилем и с сосуществованием автомобиля с человеком, с обществом и государством, то тогда не стесняйтесь, у нас есть смс-портал 5533, короткий номер, слово «Вести» в начале сообщения. Либо, если у вас установлены программы WhatsApp и Viber, то тогда можете этими мессенджерами пользоваться номер 8903-176-363. 8903-176-363. А мы пойдём по программе, которую любовно приготовил Игорь. У меня лежит листочек, написано «Самый удобный город». Я не буду скрывать. Знаете, это такой очень милый был опрос, проведён среди нескольких тысяч людей, и фонд исследования, которые проводила одна из компаний, и определила сотню городов, в которых удобно жить автомобилистам. И самым удобным в городе для автомобилистов, городом крупным, назван, никогда не поверишь, Грозный. Я был в этом городе, где действительно широкие проспекты, действительно нет проблем с парковкой. Ну, он не совсем большой живёт. А автомобилей много? Автомобилей довольно много. Много всё? Да, автомобилей много. Ну, и участники опроса говорили, что там очень хорошие, удобные развязки, и есть возможность практически в течение всего дня куда-то доехать. Москва, кстати, замыкает первую десятку, которая на втором месте, например, Тюмень, где тоже отмечают очень удобные транспортные развязки, отмечают хорошее качество дорожного покрытия, и вообще говорят, что очень удобно жить, если у тебя есть автомобиль. На третьем месте Сочи, все хвалят оставшиеся после Олимпиады дороги, там действительно пробок сейчас не стало, потому что раньше из-за чего пробки все были. Центральный курортный проспект был единственной артерией, а теперь есть и дублёр курортного проспекта, есть и объездная, два дублёра. Но не то, чтобы пробок совсем не стало, но по сравнению с тем, как это было раньше, это небо и земля, конечно же, небо и земля. Ну и вообще надо сказать, что вот ты сказал про Грозный, я подумал, что в этом смысле не было бы счастья, да несчастье помогло, потому что в известной степени Грозный проектировался и строился, как современный город, ну почти что с чистого места. К сожалению, конечно, это всё, но тем не менее так получилось. Так получилось. Ну и вообще в конце списка, я вам сказал о трёх лучших городах, на 10-м месте Москва, а вообще в последних строчках, к сожалению, самое последнее место Ярославль, где все очень ругают пробки, очень ругают неудачную систему расположения парковок, из-за которой узкие улицы стали практически непроезжим, но и неудачные проблемы решения парковок, то есть невозможно проехать, невозможно пройти пешеходам. Ярославль и чуть лучше ситуация в Самаре и в Волгограде. Но это потому что, опять же, длинные города, вдоль реки растянутые, две улицы вот в Самаре эти есть, которые вдоль всего... В то же самое Волгограде. Первая, вторая продольная, вдоль города идут вечные пробки, и с моей точки зрения, вот по моим ощущениям, в Волгограде ещё самый плохой асфальт, в том смысле ямы самые страшные, такое ощущение, что вот бомбили как войну, вот так и всё бросили. Ну, вот так, оказывается, первую тройку я назвал, и последнюю тройку тоже. Увы, Москве пока ещё особенно хвастаться нечем, хотя с последних мест она переехала сильно вверх. Да, но скажи, вот этот рейтинг, он такой, ну, для опознания, или всё-таки какие-то орг-выводы должны последовать? Я надеюсь... Ну, вообще, конечно, он чисто для познания, но я надеюсь, что местные власти что-то будут делать. Вот у нас, помнишь, замечательный мем появился о омские дороги. Мы всё говорили, омские дороги, омские дороги. Мне кажется, что это всю компанию под шумок запустили местные власти, чтобы привлечь внимание к проблеме и заодно улучшить финансирование. Финансирование Омска отдельной строкой теперь прописано, дорожной структуры Омска. Время не сориентировались, ребята. Да, и, насколько я знаю по отзывам, дороги Омска стали очень даже приличные. Теперь они распространили мем на всю Омскую область и пытаются навести порядок. Ну, молодцы, слушай, молодцы. Да, ну а что делать? Если это срабатывает, такой способ, значит, срабатывает. Вот ярославцы бы запустили, так и не были бы на последнем месте. Да, вообще один мой знакомый переехал работать в Ярославль, заниматься дорогами, и он как-то очень, говорит, запущено всё очень. Приходится, говорит, разгребать такие завалы. Ну, посмотрим. Я надеюсь, что в Ярославле дороги случатся наконец. Нет, а вообще, опять же, мое личное ощущение, что в Ярославле очень странные водители. Я несколько лет назад проезжал через город дважды, и у меня было такое ощущение, что каждый второй пытается мне обогнать и подрезать, чтобы доказать, что они местные лучше, чем вот этот человек с московским номером. Ну, ладно. Вот про Волгоград неправда пишет Дмитрий Зейферт, он так подписывает. «Положили дороги почти по всему городу за последние два года». Ну, видите, как хорошо. Но всё равно по опросу пока на одном из последних мест. Ярославль с приходом новой власти обрёл новые дороги. До этого дорог не было от слова совсем. Был слоган «Ярославль, город, ям и подвеска пополам». Так я переведу то, что написано. Ну, в рифму перевёл. Новая власть буквально за днями исчисляется. Ну, хорошо, будем надеяться. Поехали к другим, что ли? Поехали дальше. Знаешь, вот самый главный вопрос, который сразу же мелькает, и я думаю, что, может быть, это как раз и действительно важный вопрос, а что круг уже главный, а новые правила по кругу с когда? Вот так вот сформулировано. Новые правила по кругу через 10 дней, считайте. Значит, они ещё не вступили в силу, и вообще для того, чтобы им вступить в силу, надо переделать потихоньку довольно большое количество кругов, потому что предыдущая формулировка была достаточно сложной для понимания и допускала трактовки. А как знаки повешены, так и будем ездить. И поэтому вот я даже своим довольно большим опытом еду даже по Москве. Я знаю чётко вот этот круг так, так. А вот если я не знаю, я должен притормозить, что за знаки висит. А в голове у любого европейца, у нас же просто переняли европейские рекомендации, есть, что круг главный всегда. И они по кругу едут все спокойно, и за счёт этого, между прочим, круг, поскольку построен с учётом закона физики, движение организовано с учётом закона физики, круг позволяет в каких-то случаях отказаться от светофора, в каких-то не ставить его. И во всех первом и втором случаи он способствует тому, что пробок нету. Потому что если есть движение по кругу... Это ещё и разметка полос, когда съест, соответственно, там вот север, северо-запад, я сейчас наблюдал, ещё и на полосе прямо написано, куда, и всё так разумно. Вот, если вы ездили по Европе, то знаете, что во всех странах круги на всех, не магистралях, конечно, а на всех дорогах средней загруженности, круг, это прекрасное решение всех проблем. И у нас теперь будет, как везде в Европе, всё нормально. Ещё раз говорю, это правило вступает в силу через 10 дней, но потихоньку круги все будут переводить в страну. Нельзя за 10 дней взять все круги, переделать. Пока там где-то остаётся знаки, но будут переводить на это правило. А вот скажи, пожалуйста, а приоритет знаков всё-таки, да? Вообще у нас приоритет знаков, конечно, со зрением, да. Но, в принципе, должно быть однообразие, чтобы ты не мучился, а что тут, а что... Ну, представляешь, если бы у нас было где-то правостороннее движение, где-то левостороннее... Нет, я как раз вот о том, о чём ты говоришь, что в одночасье знаки не переставят, что называется. Ну, это можно сделать довольно быстро, но не в один день. Но тогда, значит, автомобилист всё равно на этот некий переходный период должен иметь в виду, что ехать надо по знакам, даже вне зависимости от того, что... Ехать всегда нужно по знакам, всегда. Но тут будет приводить к однообразию, какой-то всё-таки срок для этого пройдёт. Вообще, ещё появился у нас новый знак. Это такая клетчатая разметка, которая на народе получила название «Вафельница». Она опробирована уже на нескольких московских перекрёстках, показала свою нужность и предлагается к ведению по всей стране. Но эта штука уже не для всех абсолютно дорог. Это для дорог, для перекрёстков со средней загруженностью. И вот эта «Вафельница», она нужна для того, чтобы... Ну, она служит системой координат, скажем так. Размечаются, ещё раз говорю, перекрёстки, где часто водители выскакивают на перекрёсток и создают пробки друг для друга. Знаешь, вот я проскочу на жёлтый, а неважно, что там уже тесно. Я вот встану посредине и буду стоять. Так вот, эта «Вафельница», она видна издалека. Во-первых, предупреждает водителя. Во-вторых, она предупреждает водителя о том, что «Вафельница» всегда работает в паре с видеокамерой, которая стоит сверху, и всех, кто высунулся без дела, вот так нос высунул, оп, тысячи рублей, оп, тысячи рублей. То есть можно сразу доставать и в камеру протягивать, да? Совершенно верно. Это чисто информационная штука. Она нужна на средне загруженных перекрёстках. В Москве она нескольких была, показала, что хорошо работает, будет распространяться потихоньку по всей стране. Естественно, на автобане ни круг, ни «Вафельница» не нужны. А в городах, да, она прекрасно работает. Будет потихоньку водиться. «Вафельница» появится повсеместно в России через полгода. 180 дней дано местным властям, чтобы подумать, где она нужна. Вот смотри, значит, через 10 дней круг. Через 180 дней «Вафельница». Ещё нас ожидают какие-то новые введения? Да, значит, сегодня депутат Лысаков, который у нас занимается, собственно, вопросами автомобильными в Госдуме, сказал, что до конца года однозначно, уже в графике стоят, будут приняты два законопроекта. Оба они зависли с начала года. Почему они зависли, я, честно говоря, не знаю и не очень понимаю. Но просили депутатов принять хотя бы эти два закона до конца года законопроекта. Первый – это введение штрафа за опасное вождение, 5000 рублей. Причём сказал депутат, что не будет пока в этой главе ничего про лишение прав. Мы посмотрим в течение полугода, как работает штраф, какая правоприменительная практика. Логика тут есть. И уже тогда будем решать, усиливать, уменьшать, вводить лишение или не вводить. И второй законопроект, который будет принят до конца года автомобильный, это законопроект, который вводит обязательный залог для пьяниц. Значит, объясню я, в чём дело. Человек задержан и освидетельствован, и выяснил, что он в нетрезвом стоянии. Автомобиль отправляется на штрафстоянку, водитель отправляется трезветь. И сейчас по действующим правилам он может прийти трезвым на следующий день, забрать автомобиль, но дальше он ждёт решения суда, потому что все документы передаются в суд. И часто потом садится за руль и снова может выпивать. Наказание за пьянство за рулем у нас на первый раз. Лишение прав на полтора года и 30 тысяч штрафа. За второй раз лишение прав на два года и 50 тысяч штрафа. Ой, нас пауза, извини, продолжим уже после нее. И продолжаем наш эфир. В студии Игорь Маржаретта, автомобильный вызреватель. Напомню, есть средства связи. Ватсапе и вайбере 8903-170-6363, 8903-170-6363 для ваших вопросов и комментариев. И для тех, кто пользуется СМС-порталом, 5533, короткий номер, слава Вести, в начале сообщения, но мы ещё завершим. Мы завершим про вот этот новый закон, который, собственно, лоббирует Минюст, заключается вот в чём. Теперь, значит, будет введена законодательно вот какая штука. Если останавливать некого Иванова, условно говоря, в нетрезвом виде, проводить свидетельственно, выяснять, что да, он нетрезв, автомобиль на штрафстоянку Иванова отпускает, документы ушли в суд, который будут лишать или не лишать. Соответственно, на следующий день Иванов не сможет забрать автомобиль со штрафстоянки, пока он не внесёт залог в сумме будущего штрафа возможного, 30 или 50 тысяч рублей. Этот залог будет находиться на спецсчету, это не значит, что у него отобрали деньги. И это будет, во-первых, гарантия, что он заплатит штраф, если его признает суд виновным, а, во-вторых, в некий такой тормоз, чтобы он сразу не сел пьяный за роль. Потому что всё-таки 50 тысяч, может, у кого-то и нету сразу на месте. И пока найдёт, пусть постоит пока, может, подумается. А подожди, а тогда чем дольше стоит, опять же, за штрафстоянку, надо платить. То есть у него две задачи, быстро найти 50 тысяч рублей, чтобы отдать их с качества залога и... Ну да, и эти деньги отправляются на спецсчёт, они просто блокируются на этом счету. И если суд сочтёт, что человек был действительно пьяным, у него лишение прав, забирают права, и эти деньги переходят доход государства в качестве штрафа. Если суд сочтёт, что что-то не так, и человек не был пьяным, или не доказано то, что он был пьяным, в таких случаях у нас примерно 0,4%. Целых. Целых 0,4%. 0,4%. Да, естественно. В случае с пьянством именно такая статистика. Но бывает всё-таки. Видишь, 4 человека выходят из тысячи, остаются с правами. Соответственно, тогда эти деньги ему возвращаются. Не доказано, значит, был тресл. Прямо хочется встретиться с этими четырьмя из тысячи и посмотреть, кто они. Я могу сказать честно, кто они. В основном это люди, которые имеют или нанимают юриста хорошего, или имеют сами хорошее юридическое образование. И в основном эти 0,4% это люди, которые доказавшие, что протокол был оформлен с нарушением каких-то правил и законов. Да, ну то есть не то, что они были трезвы, а то, что есть процессуальные нарушения. Из этих четырёх, из тысячи, три доказывают, что были какие-то процессуальные нарушения, и тогда суд вынужден признать, что вот да, действительно, это не доказано. А один примерно говорит, умеет доказать, что он был трезв. Ну, но есть люди, которые имеют доказать, что если стреляешь в центре города в отеле, то, в общем, небольшой денежный штраф. Ну да, есть. Есть, разные люди есть. Разные ситуации есть. В нашей стране, да. Вот, в общем, вот такие у нас изменения в законодательстве автомобильном ждут нас до конца года, и это не так страшно. Ещё я пару слов хотел сказать о большом круглом столе, который в конце прошлой недели проходил в Орле с участием всех руководителей ГИБДД. Вот, и я там присутствовал, и, в общем, мы сумели поднять, наконец, некоторые темы, донести до руководства ГИБДД, и начальник ГИБДД генерал Черников сказал, что он всё записал, будут обсуждать. Речь идёт о том, что, возможно, всё-таки в регламент, может быть, в перспективе вернётся фраза о том, что гражданину разрешается видеосъёмка сотрудников. Да, потому что сейчас эта фраза из регламента ушла, нам пытались объяснить, что регламент, что это, в общем, регламент поведения сотрудника ДПС, а съёмка разрешена вообще, на самом деле, законом о полиции, конституции, всегда можно сказать. Но я вам могу дать совет, насколько я понял, руководители ГИБДД. Если вы считаете, что вам нужна эта съёмка, вы можете достать мой мобильный телефон, условно говоря, а я вас тоже буду снимать. Если вам пытаются запретить это делать, ссылаясь на какие-то статьи, лучше не пытаться и не нарываться дальше, и не надо кричать, что тут топчет, здесь топчет конституцию. Не надо. Лучше запишите фразу, где сотрудник ГИБДД говорит, я вам запрещаю, скажите, хорошо, в случае чего вы можете сослаться, вот я пытался снять, мне запретили, хотя это противозаконно. Но руководители областных многих управлений ссылались на то, что развелись бесчисленное количество троллей, которые специально провоцируют сотрудников полиции, снимают, выкладывают в сеть, и всё это делается ради ролика в Ютьюбе. И в качестве примера приводили этого глупого человека из Калужской области, который снимал сотрудников, комментировал за кадром, обзывая их нехорошими словами, выложил это в Ютьюб, а сейчас против него заведено уголовное дело по оскорблению. Так что, друзья, если вам очень нужно, предупредите сотрудника и снимайте. Но, в общем, я особой нужды в этом сам никогда не пользовался, честно тебе скажу. Вот и обещали нам ещё разобраться, куда внести всякие моноколёса, гироскутеры и прочие транспортные средства. На велосипедную дорожку. Видимо, надо их приравнять к велосипеду, потому что я вот, например, иду на работу регулярно, вижу здорового мужика, летом видел, который носился на этом моноколесе со скоростью километров 20 час, и так он красиво всех... А у него килограмм 100 веса. И при этом он так красиво объезжал всех, кто такой с лалом, знаешь, в центре Москвы. Ну, вообще, страшненько, если в тебя такой килограмм 100 врежется на хорошей скорости. Надо куда-то этих людей приписать, надо их классифицировать и отправить, допустим, на велосипедную дорожку. Реально, нечего от этого гонять. Потому что, я не знаю, вот собьёт кого-нибудь этот человек, ему говорят, а что ты на тротуаре делал? А где? А где, скажет он. Я ничего не знаю, никаких правил про моё моноколесо нигде не прописано, так что извините. Видите, которые на роликах туда же. Ещё всех отделить заборами железными, чтобы не сталкивались. Ну, и я от имени нашей радиостанции тоже поднял тему. Сказал, что, ребята, надо чего-то делать с профессиональными водителями, потому что последний год у нас участились аварии с водителями грузовиков и особенно автобусов. А у нас система переподготовки этих людей отсутствует напрочь. И обязательства отсутствуют напрочь. То, что было хорошего в Советском Союзе забыто, где обязательно люди, работающие в каком-нибудь автопарке, таксопарке, должен был раз в какое-то время проходить переподготовку. А чем он хуже? Лётчик у нас же обязан проходить переподготовку? Обязан. Хирург обязан? Обязан. А водитель, который возит детей 20 лет назад или 30, окончив автошколу, и всё. От него никто ничего не требует. Хотя, наверное, надо его раз в три года на несколько дней отправлять. А давай проверим твои навыки, давай вспомним, как ты знаешь правила дорожного движения. Ты же людей возишь, не дрова какие-то. А и дрова тоже, потому что человек... Потому что вокруг люди. Вокруг люди, а ты каждый день проезжаешь по 500 километров, возишь эти дрова. А ты помнишь правила такие? А ты знаешь, что нанесены изменения в прошлом году вот такие-то? А ты знаешь, как работает тахограф, и почему его нельзя трогать? Ох, сейчас вот эти мужики, которые работают, и для них каждый день это деньги. Надо. Сейчас такой зуб на тебя точат. А эти люди, которые вот идут к хирургу, и знают, что хирург 40 лет назад закончил чего-то, и с тех пор он не знает, он не знает, что есть томограф, и вообще последний прибор, который научно он видел, называется скальпель. Вот они пойдут к такому хирургу? Пойдут. Пойдут, зато дёшево. Худо дёс. Так, всё-таки несколько вопросов под финал, у нас две минуты остаётся. Так, значит, как разрешить дилемму? Веста универсал механика 1.8 или Киарео? Новая максимальная комплектация. А что вам больше нравится? Оба автомобиля хороши. Веста универсал однозначно больше, у неё багажник больше. Киарео тоже очень красивая машина. Что интересно, по рейтингу продаж, одна находится на первом месте, а вторая на втором. По популярности. Выбрал на себя, да? Менять права раз в 10 лет можно только по месту регистрации или в любом регионе России? Постоянной регистрации. Вообще по месту любой регистрации. Постоянной и по времени. Да, конечно. Так, ещё. Land Rover Defender по Москве. Ваше мнение? Ну, не болото же, вот это моё мнение. Нет, он хорошая машина, отличная машина. У неё, если мы говорим о последнем поколении, он и в городе хороший, за городом. Если старый, то... А в городе он зачем? Вот зачем бы эта болотная машина, коз возить, опять же, я всё время говорю. Ну, коз на... Слушай, на машине стоимость 5 миллионов, возить коз? Ну, значит, золотое руно там как-то. Золотое руно. На самом деле, конечно, очень хороший внедорожник, последнего поколения хороший для города, а если говорим о машинах БУ, то, конечно, они скорее для бездорожья. Так. Господи. Здесь какие-то идут такие описания. Не надо описания. Давай следующий. Нет, просто вчитаться. О приоритете знаков. Где останавливаться на светофоре? У линии или у таблички стоп? Стоят на некотором расстоянии друг от друга. В любом случае у вас проекция капота должна быть на уровне линии и не пересекать её. То есть не колёсами на линию, а проекция капота останавливаться у линии. Так, опять опыт по поводу кругов. Кругов. Ты пока смотри, я хотел предупредить. Значит, начались холодные времена, мы поменяли все резину. Я надеюсь, вспомните, что у нас... Как поменяли? Я надеюсь, что все поменяли. Еще и льда не было, чего меняют? Я надеюсь. И напоминаю всем, что у нас с весны действует правило, если у вас шипованная резина, должен стоять знак Ш. Вы его можете купить, но они в дефиците. Можете распечатать на принтере или почитайте в ПДД стандарты, нарисовать его сами. Можно? Можно его нарисовать. Это не будет подделка государственных документов? Прикрепить сзади, потому что, если у вас нет, вас могут отштрафовать на 500 рублей. Оно вам надо. Ой, ну вот народ уже пошел, значит, вот все и самокаты, вот это все, вот это все. Обычный самокат. Детей на самокатах туда же, значит, за бетонные заборы, колючую проволоку. Не надо детей. Детям у нас разрешено ездить по тротуарам, на велосипеде и на самокате. Это потрясный проект. Спасибо, Игорь Маржаретто. До следующей встречи.